Здравствуйте! На библейский портал Экзегет поступил вопрос, что означает «милости хочу, а не жертвы». Если мы посмотрим, эти слова в Священном Писании употребляются в двух разных местах. Прежде всего, это ветхозаветное пророчество, пророк Асия говорит, и потом пророка цитирует Христос. Асия, когда обращается со своими грозными пророчествами, со своими обличениями, обличениями, в которых он обличает как Северное Израильское царство, так и Южно-Иудейское царство, это уже времена после разделения единого богоизборного ветхозаветного народа на два враждующих подчас государства. И каждое из этих государств порой было ближе к благочестию, ближе к нечестию, но в данном случае и то, и другое государство, которое символически пророк Асия именует Ефремом, потому что Ефрем – самое многочисленное колено Северного царства, и Иуда, как раз те самые иудеи, которые мы знаем как собеседников Христа, то есть жители окреста Иерусалима, колено Иудова, колено, из которого, собственно, произошел Христос. И тех, и других Асия обвиняет. В чем? Это были времена все-таки еще достаточно богатые, это были времена формально в чем-то благополучные, несмотря на какие-то внешние проблемы, и поэтому и при Южном царском дворе, и при Северном царском дворе постоянно приносились жертвы Богу. Да, было заодно и какое-то идолоплаклонство. Да, пытались какие-то там формально заповеди соблюсти, но при этом допускали страшные пророки. И пророк Асия говорит, конечно, говорит не он, а говорит через него Господь. Шестая глава. Тут пророк Асия поясняет, что, конечно, потому что очень часто это не только ветхозаветным людям, но и нам очень важно воспринять, что есть благочестие, но оно фрагментарно. То есть человек даже в современном мире, может быть, дошел до храма, поставил свечку, или даже постоял, помолился, может, даже поиспедался, причитился, может, там помолился перед едой, помолился вечером, где-то там постную пищу принял. Ну, то есть есть некоторые элементы благочестия, но оно исчезает, как утренняя роса. То, что вот раз вроде было, и ты этой росой насладился, еще нам это, может, сложнее в северных краях понять, а вот когда постоянно жара в течение года в землях Палестины, ну и просто вспомним жаркие летние месяцы, конечно, конечно, вот эта прохлада утренняя проходит и начинается испепеляющий зной. Так и порой и у ветхозаветных людей колено Иудина, колено Ефремова, и у нас, увы, тоже так бывает, что вот бывает некоторый элемент благочестия, и за которым мы очень гордимся. А потом начинается, что когда доходит до реального возможности проявить прощение, любовь к ближнему, уже этого нет. Нет, и мы со всей строгостью благочестия к себе обрушаемся, обрушаемся на ближнего со своей ненавистью. Продолжает порок Осии. «Посему я поражал тебя через пророков и бил их словами уст моих, и суд мой, как восходящий свет, ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедение более, нежели всесожжение». Пророк и обличает. Порой даже люди приходят к священнику на исповеди, и они жалуются и говорят, вот люди вокруг так-то и так-то делают. И правда, дурные грехи. И пытаешься обратить внимание человека на то, что в его собственной душе происходит. И человек порой обижается, верующий человек, что, не, ну это ж, мои грехи незначительные, а вот тут вокруг мои обидчики. Нет, надо разобраться именно в себе. Это было так на протяжении всей истории спасения человечества. Как пророк, он не говорит, ой, посмотри на язычников, какие они страшные грешники. Порок беспокоится о Ветхозаветной Церкви, о тех, кто ждет пришествия Мессии, что они далеки, далеки своим сердцем, несмотря на исполнение каких-то предписаний. И, собственно, вот это «милости хочу, а не жертвы», слова спасителя, это нам маленькая подсказка, как нам надо в условиях ограниченных наших сил души и тела расставить приоритеты. Что если ты там взял, вычитал какое-то правило, из-за этого очень устал, пошел на службу, не выспался, очень устал, набросился, но какой толк от того, что ты вот эти все церковные правила исполняешь, если это на твою жизнь не влияет. И мы видим, что Господь цитирует, цитирует, вот откроем Евангелие от Марка, те же самые слова в отношении фарисеев. Там контекст немного другой, фарисеи, они как раз вроде с утра до вечера правила исполняли, не уклонялись к какие-то формально тяжелые грехи, за исключением гордости. Но они как раз придирались, что это Господь с мотарями, с грешниками перует, вот как-то с ними время проходит. И там есть фраза, которая не грозная, а наоборот для нас обнадеживающая. «Услышав все, Иисус говорит им, нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников на покаяние». Здесь вот это призвание грешников – это то, что нам нужно. Потому что мы помним слова апостола Павла, «Помните, какой ценой вы куплены». Господь искупил нас своей крестной жертвой. По сравнению с этой жертвой мы ничего принести не можем. Именно поэтому ветхозаветные жертвы, когда приносили какого-нибудь ягненка или птичек, кто люди победнее, уже они потеряли свой смысл. Мы единственную жертву, которую приносим, мы приносим жертву бескровную, тело и кровь Христову. Но при этом мы ее не в состоянии принести, потому что это не наше. Мы вот, когда вспомните на литургии, священник поднимает дары или диакон, если есть возглас, «Твоя от твоих тебе приносящая, а всех изо вся». То есть мы приносим то, что нам сам дал Господь. Нету такой жертвы, которая Господу нужна, потому что даже то, что мы Ему приносим, то, что Он нам заповедовал творить в Своем воспоминании, это Он нам дал. И нам остается лишь проявлять свое милосердие. Почему? Потому что мы можем наследовать Царство Небесное, только если мы будем как Христос. А Христос, не имея никакой нужды в наших дарах, жертвах, в нашем внимании, будучи в абсолютном божественном блаженстве, проявляет свое милосердие и ждет нас всех к себе. Субтитры создавал DimaTorzok